Подобляющее большинство моих знакомых, живущих в Европе и в России, узнают новости об американской жизни от CNN CNN у нас называли очень долго Clinton News Network Настолько они перестали показывать своим зрителям новости, а гнали, в общем, активную пропаганду А сейчас их называют Creative News Network, так как они вплетают в рассказы собственные свои выдумки и освещают происходящее с очень однобокой, обычно, с однобокой точки зрения Смотря CNN, теперь никогда не знаешь, где правда, где вранье, где самая страшная полуправда Совсем недавно, каких-то 8-10 лет тому назад, CNN непрерывно кричала, что американские разведчики обманули всех с сведениями из Ирака И что они, обманув всех нас, заманили на идти крестовый поход в Ирак и, так сказать, потолкнули Буша к этой войне, к иракской Значит, лозунг был такой, Буш lied, people died То есть, значит, Буш врал, люди погибали А это подтасовка, утверждала CNN А разведка политизирована Им более нельзя доверять А Буш, раз он им поверил, то он дурак Значит, сейчас, когда три американских разведных агентства высказывают не очень уверенно и фактически неподтвержденное мнение Что Россия серьезно повлияла на исходы выборов в Соединенных Штатах Америки Значит, а Трамп говорит, что он без доказательства этому верить не будет То, значит, теперь CNN ежедневно говорит, что Трамп, сукин сын, продался большевикам И, значит, ссорится с нашими разведчиками, что ужасно, кошмарно Значит, а разведчики наши, они совершенно мудрые и непогрешимые То есть, Буш был дурак, потому что он доверял разведке А, значит, Трамп дурак, потому что не доверяет разведке Вчера CNN вдруг разъяснила населению страны, что если кто-то сумеет убить одновременно до инаугурации Трампа и вице-президента Пенса То тогда, значит, Обама останется у власти И даже там есть какие-то юридические возможности, чтобы он как бы поставил своего человека на президентство Значит, люди Трампа на это заявили, что CNN не будет допущена на инаугурацию И на самом деле я бы сделал то же самое Значит, по-нашему это как бы называется подстригательство Значит, а на CNN просто называется эта интересная история о том, что будет, если Трамп и Пенс будут убиты до инаугурации Значит, весело, правда? Значит, один из дебатов между Хиллари Клинтон и Трампом вела CNN Сейчас выясняется, что Хиллари заранее получала от CNN вопросы Значит, CNN взяла на работу заместителя председателя Демократической партии Америки И давала ей на проверку вопросы, которые они будут задавать Хиллари Значит, пригласили кошку сидеть с мышкой, да? Значит, мышку сторожить И совершенно неожиданно, абсолютно неожиданно, о ужас Она передавала в избирательную компанию Хиллари, ну, значит, что смогла узнать А когда четыре года тому назад на дебатах Ромни и Обамы CNN, договорившись с избирательной компанией Обамы, заманила, поймала Ромни в западню Обама много и долго говорил, значит, о том, что Бенгази, напоминаю, Бенгази Это Ливия, это убийство посла Америки и его, так сказать, антуража А произошло из-за того, что мусульмане обиделись на какой-то фильм Который был снят непрофессионалом, любителем, значит, в Америке Поставлен на YouTube, значит, о том, какой плохой или какой смешной Магомед Значит, они обиделись, и вот то, что, так сказать, произошло в Бенгази Это спонтанная такая обида, вылившаяся, значит, в стрельбу А на одном каком-то интервью, значит, которое он давал Давал он там десятки, может быть, сотню интервью по этому поводу Обамы сказал, что, ну, вообще, конечно, возможно, что это были террористы Но потом сто раз повторял, что это все, значит, обида за то, что посмеялись над Магомедом А когда на дебатах Ромни заговорил об этом вранье Ведущая дебаты сотрудница CNN прервала его и сказала, что это неправда И что вот тогда-то, тогда-то, и в таком, так сказать, интервью Обама сказал, что это, возможно, террористы И тем самым убив очень серьезный довод Ромни о том, что Обама лгун Значит, как потом выяснилось, он лгал не только по этому поводу Он нам обещал, например, что, значит, с приходом Обама Кир Самой лучшей, так сказать, системой здравоохранения в мире Значит, вы сможете походить к своим врачам Вы сможете удержать свою страховку Только если вы захотите, вы перейдете на государство Только она была введена Значит, сразу же выяснилось, что все не так, все вранье Кстати, газеты и журналы, за исключением CNN Значит, назвали Обаму лгуном года Значит, после того, как то, что произошло на CNN с Ромни Эту бабу, которая вела, значит, CNN уволили После того, как было, в общем, по всей стране возмущение тем, что они проделали Но, конечно, дело было уже сделано Ромни выставлен дураком Обама правдивым и думающим президентом Значит, на CNN мусульманских террористов нельзя называть мусульманские террористы А также нелегалов, перешедших границу США и проживающие теперь в Америке Нельзя называть нелегалами А надо называть люди без документов На CNN о конфликтах между полицией и черными Значит, говорят всегда там, что понятно, что правы черные Даже тогда, когда доказано, что они неправы На CNN нельзя говорить, что большинство убитых черными убито Черных убито самими черными На CNN нельзя говорить, что в тюрьмах сидят диспропорционально выходцы из Африки Африка-американцы Там можно говорить только о неравноправии и расизме судей, полиции, обвинителей Или вообще населения города и всех тех, кто приводит статистические данные в настоящем положении дел Вот теперь у меня к вам вопрос Можно ли доверять CNN? Чтобы было ясно до конца, стало известно, что CNN договаривается с диктатистскими режимами Обычно левыми О том, что CNN не будет показывать и рассказывать правду За что ей предоставляются исключительные права по съемке на территории этой страны Очаровательно, верно? Так что, дорогие друзья Пожалуйста, не рассказывайте мне Что вы все знаете о том, что у нас происходит Потому что вы смотрите CNN Есть серьезный шанс того, что все было с точностью до наоборот На этом все на сегодня Спасибо и до свидания